Воскресенье 27 апреля 1886 года последовало открытие для публики Струховского сада. В этот вечер местным дамским комитетом Красного Креста было устроено гуляние для бедных севастопольцев. Играли два оркестра, сад был иллюминирован, а буфет Портнова торговал на славу. Я пришел к тебе, Струховский сад, чтобы лечь, как река у подножья. Чтоб не знать, где вперед и назад, что возможно и что невозможно. Итак, на дворе у нас 1886 год. И с 27 апреля Струховский сад ежедневно открыт для гуляний публики. Каждый день здесь можно было услышать оркестр бальной музыки под управлением господина Соколова и получить завтрак от 10 утра до часу дня или обед с часу дня и до 5 часов вечера. Вина различных сортов продавались и в буфете Портнова, как то вино Елисеева, Депре и другие. А вот уже 1 мая в Летнем театре Струховского сада состоялось магическое спиритическое представление ученика всемирно известного преследежитатора Сигизмунда Крыжановского. Публики на этом представлении было довольно много. И уже на завтра на Самарских улицах только было разговоров, что о магии и о спиритизме. Но прошла всего какая-нибудь пара недель, и у самарцев появились новые темы для разговоров. Потому что уже 15 мая в Летнем театре Струховского сада состоялась первая гастроль труппы под управлением любимого Деркача. В этот вечер труппа показала четырехактный водевиль, двухактную оперу и дивертисмент. Перед началом выступления труппа исполнила народный гимн «Божия царя храни». Но не успели еще стихнуть аплодисменты по адресу одних артистов, как здесь, в Струховском саду, встречали других. Уже 22 мая Струховский сад встречал труппу с участием госпожи Волгиной и господина Горева, которая показала комедию Сумбатова «Муж знаменитости». А через два дня эта же труппа сыграла трагедию Шиллера «Разбойники». Меж тем май 1886 года подходил к концу. А Струховский сад не переставал удивлять и радовать. И вот уже в конце мая, в один из выходных дней, здесь состоялось гуляние в память священного коронования их императорских величеств. Сад был иллюминирован разноцветными фонарями. А мы, меж тем, перелистаем старые газеты и заглянем в рубрику «События и происшествия». Случались в Струховском саду и такие тоже, но только были они чаще всего особого рода. Ну вот, например, ночью 3 мая гуляющие по аллее Струховского сада имели случай полюбоваться восхитительной кометой, явившейся к ним из туманной дали Вселенной. За кометой следовал спутник, избежавших с тятенькиными капиталами соврасиков. Комета и ее спутник скрылись с горизонта одновременно. Оставим без комментариев эту газетную заметку, не имеющую, как нам представляется, ни малейшего отношения к космическим телам и явлениям из области небесных. Во вторник, 17 июня 1886 года в Летнем театре Струховского сада состоялось первое в Самаре выступление японской труппы эквилибристов и жонглеров. Ловкость и смелость этой труппы, писали газеты, не знают ничего подобного. Ничего, что напоминало бы выступление японцев, самарцы еще никогда не видели. Вся труппа была облачена в национальные костюмы, а на свои выступления артисты выходили басыми. Нельзя не рекомендовать горожанам познакомиться с чудачествами японской гимнастики, резюмировал репортер одной из выходивших в Самаре газет. А вот и еще. Вечером 20 июня в Летнем театре состоялся концерт артиста-иллюзиониста господина Онегина, который привлек множество посетителей. Господин Онегин в совершенстве обладает подвижностью лица, что дает ему возможность без всякого грима изображать любой человеческий тип. Так ему очень удались опыты изображения юноши, мужа, старика, старца, их же, но в обратной последовательности. Вполне удачно прошел и эксперимент изображения горба на спине. При этом не использовались никакие технические приспособления. Но всего удачнее господин Онегин изображал так называемые живые портреты. Но более всего публика аплодировала господину Онегину, когда он изобразил одного из присутствующих в зале на его выступлении горожан. Понравилась публике и сцена «Шулер» и «Самарский мещанин». В общем, концерты господина Онегина прошли удачно, несмотря на затягивание их начала и слишком продолжительные антракты. А вот еще одна заметка, помещенная под рубрикой «События и происшествия». В одной из прошлых гуляний в Оксале Струповского сада от тесноты и духоты сделалась дурно соломенную вдовою Эн-Эн. Ее вынесли на свежий воздух, где какой-то очень приличный господин с черной бородою дал ей понюхать спирта, хотя не был с нею знаком и принял участие в случившемся из простой вежливости. Когда дама освежилась и пришла в себя, вежливый кавалер предложил ей руку, и они вполне благополучно оставшуюся часть ночи прогуляли по глухим тенистым аллеям. А на следующий день вежливый кавалер перевез слабонервную девушку в Бузулук, где нет такой духоты, как в Самарском Струповском саду. 3 июля 1886 года в Летнем театре Струповского сада прошла первая гастроль труппы московских драматических артистов, которые отдали комедию Александрова в трех актах. Благодаря оживленной и лишенной шаржа игре госпожи Лола игра актеров прошла очень убедительно. Госпожа Лола впервые появилась перед самарской публикой и сразу же вызвала ее симпатию и дружные аплодисменты. Остальные исполнители способствовали ансамблю, и первое же представление товарищества очень понравилось самарцам. А вот уже 13 июля здесь же в Летнем театре Струповского сада прошел вечер, который давал физик двора его императорского величества господин Тицнер. Вечер прошел с интересом и чрезвычайной пользой для самарской публики. При помощи микроскопа господин Тицнер демонстрировал различные препараты из животного и растительного мира, как то капли воды речной и прудовой, строения комара, бабочки и осы. Демонстрировались различные породы деревьев, а также процессы образования соли и замерзания воды. Все опты господина Тицнера сопровождались весьма подробными объяснениями, в связи с чем нельзя не порекомендовать самарской публике и особенно учащемуся юношеству непременно познакомиться с тайнами невидимого глазу мира и чудесами природы, писали газеты. И, наконец, еще одна заметка, помещенная под рубрикой «События происшествия». И вновь Струковский сад и его чудеса и картины. Благодаря вниманию садовой комиссии и антрепренера сада господина Портнова, гуляющий по Струковскому саду публика имеет еще одно развлечение. В одном из прудов, расположенных по главной аллее, выловили сорокалетнюю сирену с прекрасно сохранившимся бюстом морской коровы и лукошком с пунцовой опушкой на голове, которую публика, в особенности наехавшие иерусалимские голуби, любуются с удовольствием. Нам представляется, что современный читатель вправе спросить, о чем тут вообще идет речь? Что за морская корова? О каком, говорится, лукошке и о каких голубях, которые любуются с удовольствием? Спросить он, разумеется, вправе. Вот только ответить ему некому. А у нас на дворе меж тем август 1886 года. И нужно поторопиться, порадовать себя встречей со Струкским садом. Если вы этого еще не сделали, так 27 августа здесь, в Летнем театре, состоялся вечер известного спирита Августа Роде с участием шансонетной певицы Анны Роде и артистов Айхенвальд и Эльшлегер. По окончании вечера были показаны живые картины. Надо поторопиться и тем, кто еще не успел посетить воксал Струкского сада, потому что 30 августа вы вряд ли сумеете туда попасть. Городской голова довел до всеобщего сведения, что 30 августа в связи с намеченным в вокзале юбилейным собранием он будет закрыт в течение всего дня. С наступлением осени сад начинал жить другой, осенней жизнью. Начинались уборка после лета и ремонтные работы, чтобы приготовить сад к зиме и к следующему летнему сезону. В 1886 году было принято решение о расширении сада. Таким образом, забот и хлопот становилось в два раза больше, чем прежде. Кстати, независимо от решения расширить сад, Дума разрешила управе расширить эстраду воксала, выходящего к Волге, и покрыть ее железом. Так, день ото дня сад из полудикого участка на краю города все увереннее становился тем самым прекрасным уголком Самары, который будут любить многие поколения, которые будут приходить сюда позже. Я вернулся к тебе, милый сад, чтобы быть навсегда где-то рядом, лечь к ногам, словно твой листопад по соседству с твоим водопадом. С вами был Михаил Перепелкин.